Всем привет! Сегодня у нас 30 марта 2020 года. Дорогие друзья, поддержите пожалуйста это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ нового видео для вас. Подошло время поливать наш сад, молодые деревья, яблони капельным поливом. Хочу рассказать вам, как обустроен мой капельный полив у меня на участке. Вот есть озеро, с которого я беру воду, черпаю отсюда каждый год. Вода мягенькая, тепленькая, хорошо. Стоят насосы, сейчас покажу. Вот насос один, второй еще не ставил. Эти насосы подают воду у нас, берут, черпают с озера и подают наверх. Сейчас покажу. Вот туда вот наверх. И вверху стоит бочка 1000 литровая. Сейчас поднимусь, покажу. Вот поднялся наверх. Вот такая вот высота получается к озеру. И оттуда мы поднимаем воду в нашу бочку. А потом самотеком оно уже течет по магистрали, по разводке в наш сад. Сейчас покажу. Вот бочка, сюда набираем и воду. Тут 1000 литров. И потом самотеком через фильтра уже бежит по магистрали. То есть мне удобно в этой бочке набираю полную бочку, размешиваю данное количество удобрений и подкармливаю свои деревья через каплю конкретно под корень. Это дает очень хороший результат. Бочка находится на высоте где-то 3,5 метра. Получается контейнер. Она стоит на контейнере. Вот можно видеть высота какая и наше озеро, откуда мы черпаем нашу драгоценную воду. Сейчас покажу фильтра. Вот так вот я врезался в бочку. То есть отсюда уже вода поступает вниз на фильтра. Сейчас спустимся, посмотрим. Вот стоят фильтра. Идет 4 магистральных трубы. Труба 32-я. Хотя можно было поставить и 50-ю трубу. То есть можно было меньше делать в магистрали. То есть пустить не 4, а 2. Ну изначально пошла одна труба, вторая. Потом добавлю, потому что не хватает воды. То есть вот так вот. В каждой этой колбе стоит фильтр. Он очищает нашу воду от всякого мусора, чтобы не забивались наши капельницы. Вот она сверху получается. Сверху идет вниз. И потом уже распределяется в магистрали по саду. Сейчас покажу. Вот наши трубы, которые выходят с контейнера. И они идут в сад. То есть каждая магистра идет к конкретному участку. Вот я сегодня тоже доделаю капельный полив. Вот идет слепая труба. Диаметра 16. То есть хорошо, она мне нравится долговечная. Не так, как вот эти клеенчатые, блядь, на год, на два и все. И выкидываешь их. То есть у меня уже стоят, самые первые я ставил около 7 лет. И доси работают прекрасно. Вот я делал, в том году сажал саженцы, яблони, еще один ряд, новые сорта. И вот сегодня устанавливаю капельную ленту, капельную трубу. Короче говоря, делается дыроковым отверстие и ставится наша капельница. Вот сейчас могу, в принципе, показать, как я это делаю. Данная труба диаметра 16 подвязывается на проволоку. То есть от земли примерно полметра, где-то так. Сейчас. Где резкость. Примерно две капельницы на дерево у меня идет. То есть вот. Вот есть дырокол. Дайди резкость. Короче, одна рука неудобно. Дырокол. Сейчас неудобно показать. Короче, делается отверстие. И вставляется от нашей капельницы. Вставляется, по-моему, отверстие капельницы вот этой стороной. Все. Наша капельница готова к работе. Мне чем нравятся вот эти капельницы, они даже если, мало ли, забиваются, то есть она раскручивается. Ёки-палки, как же показать одной рукой. Вот наша капельница в разобранном виде. Мне нравится тем, что она разбирается, ее можно почистить, если, не дай бог, она забилась. То есть, а те, которые уже встроены к капельнице, такого уже не сделаешь. То есть, если она забилась, то уже все. Короче, вот так вот. Соединение магистрали и капельной трубы идет вот через вот такой кран. То есть, тут делается отверстие, если я не ошибаюсь, 15 или 16 миллиметров в нашей 32 трубе. Вставляется под резинку такой кран и закручивается, вставляется сюда наша трубка и закручивается. Все. Тут кран можно открыть, если вам надо, через закрыть или открыть. То есть, все. Очень простая система, ничего сложного. Мне очень нравится, очень экономит время. То есть, подошел, нажал кнопку, насос включился и все, и поливается целый день наш сад. Не надо ходить со швангом и два дня поливать наш сад. Так. Кто еще синий поставил капельный полив, обязательно оставьте. Это экономит, в первую очередь, ваше время. В то же время, экономит воду и отлично поливает наш сад. Там, где это необходимо. Вот наш капельный полив в работе. Насос включили. И оно поливает потихоньку. Через 2-3 часа проливает уже конкретно хорошо. Можно видеть, как я его включил час назад. И под каждое дерево, под каждый корешок идет метр. А вот тут что делал, то, что показывал. Вот так оно поливается. Часов через 6 вот сюда нельзя будет встать. Я когда-то так случайно встал и паяется погруз в глине в земле. То есть поливает очень классно. Конкретно туда, куда надо. Вот так вот.